Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня я сделаю очень красивый макияж, на который меня вдохновил мой новый набор украшений. На днях мне его подарила одна моя подписчица. Она это делает своими руками. Это изделие из натуральной кожи. Посмотрите, какая тонкая работа! Каждый лепесточек, каждая бусинка. Мне кажется, что это нереально красиво. Я сегодня накрутила волосы, создала такой прям очень красивый образ. Потому что мне хотелось продемонстрировать вам эти украшения, показать свое восхищение. И естественно, нужно было подобрать особый наряд. Если украшения из натуральной кожи, то одежда должна быть тоже из натурального какого-то материала. Чтобы это не было слишком ванильно или, например, слишком дерзко. И вот макияж, он должен в точности соответствовать всему образу, который я создала. Я начну с тона кожи. Понятное дело, что с выравнивающей основы. Выравнивающая основа это всегда шаг один. Я выкладывала предыдущее видео без звука, где я просто демонстрировала вам макияж. И мне очень интересно, заходит ли вам такой формат. Мне кажется, что это очень удобно и для меня, и для вас. Потому что иногда нет времени долго смотреть видео, слушать, а записать быстрый макияж, рассказывая о нем, просто не получается. Поэтому я планирую периодически записывать такие маленькие коротенькие уроки. Просто под музыку, с субтитрами, с описанием продукции, которую я использую. Напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. После выравнивающей основы я буду наносить тональный CC крем. Но я буду смешивать два оттенка, Very Light и Light Too Medium. Почему я буду так делать? Потому что у меня сейчас кожа немного подзагорела, но она при этом еще как бы не очень смуглая. И вот оттенок Light Too Medium мне сейчас немного темноват, а оттенок Very Light светловат. И поэтому не бойтесь смешивать оттенки. Ведь это очень удобно, иметь в арсенале два оттенка, посветлее и потемнее. Потому что когда я, например, очень загорелая, мне идеально подходит оттенок Light Too Medium. Зимой я пользуюсь, например, только оттенком Very Light. А в межсезонье вы можете создавать свой собственный индивидуальный оттенок, который будет идеально подходить под ваш оттенок кожи. То же самое я делаю и с тональными основами, потому что ваша кожа может менять оттенок за год очень много раз. Так что покупать все оттенки тональной основы, конечно же, нет. Берете оттенок посветлее и потемнее и просто их смешиваете между собой. Для нанесения CC-крема я взяла кисть для тона, потому что она создает вот такое именно базовое покрытие, которое мне необходимо. Посмотрите, как красиво ложится CC-крем. Это просто палочка-выручалочка на все времена года. Посмотрите, как сразу засияла кожа, как выровнялся тон. Все выглядит очень натурально, естественно, как сырая кожа, только лучше. Теперь я возьму два маскирующие средства в оттенке Deep Ivory и для зоны вокруг глаз. И также их между собой смешаю. Почему я так делаю? Потому что обычно я использую оттенок Deep Ivory. Но сейчас он мне светловат. И я вам часто рассказываю о том, что если вы используете слишком светлый маскировщик для зоны вокруг глаз, вы только подчеркиваете синячок. И оттенок для зоны под глаза, он сейчас мне немножечко темноват. Для того, чтобы найти идеальный баланс, я просто смешаю их между собой. И не думайте, что вам нужно найти только один идеальный оттенок на все времена года. Мы же с вами меняем одежду, меняем текстуру, меняем оттенки в зависимости от сезона. Наша кожа точно так же меняется. И для того, чтобы адаптировать оттенки под себя, просто почувствуйте себя художником и создавайте свои собственные оттенки. Смешивая два этих тона, получается просто идеальный оттенок для коррекции зоны под глазами. Я взяла кисть для кремовых теней и корректора. И сейчас проработаю все зоны свечения. Буквально уже чистой кистью, такими слегка прибивающими движениями, хорошо прорабатываю синячок и вот эту внутреннюю часть глазика, которая обычно создает тень. И если вы ее не будете прорабатывать должным образом, ваш макияж будет смотреться каким-то уставшим. И вот хорошенечко-хорошенечко от внутреннего уголка к внешнему я распределяю маскировщик с помощью кисти для кремовых теней и корректора. И также я наношу данное средство и как базу под свой будущий макияж. Потому что я таким образом немножечко вычищаю, выбеливаю подвижное веко и макияж будет смотреться намного ярче, нежели без этого приема. Посмотрите, лечко стало выглядеть еще лучше. Если вы выдавили слишком много продукта, не нужно это все переносить на кожу. Просто уберите остатки салфеточкой, потому что вы просто переборщите и утяжелите свой макияж. Все должно быть натурально и естественно. Теперь, как обычно, я беру прозрачную пудру. И с помощью вальной кисти я закреплю маскировщик и тональный сисикрем. Видите, прозрачная пудра совершенно не утяжеляет макияж, не создает никакого лишнего слоя, а лишь кожу подсвечивает и закрепляет макияж, делает его стойким. И это очень важно в летнее время года. Теперь мне нужна кисть лопаточка и базовый оттенок теней. У меня это оттенок блоссом, яблочный цвет. Если же у вас уже нет в продаже данного оттенка, потому что он был в ограниченной коллекции, возьмите оттенок бисквит. И хорошенечко прорабатываю вот этот внутренний уголок глаза этими базовыми тенями. Что такое базовые тени? Это тень в цвет кожи, то есть я очень хорошо должна закрепить маскировщик под глазами, чтобы он от мимики никуда не делся. Также этим оттенком я рекомендую прорабатывать крылышки носа, потому что это зона, которая чаще всего страдает. Мы часто носик чешем и макияжик может куда-то уплыть. Все, теперь приступаем к макияжу глаз. Мне понадобится черный карандаш. Этим черным карандашом я сейчас обведу ресничный ряд. Карандашик очень мягкий и, что самое главное, очень стойкий. А для слизистой глаза это очень важно. Немножечко вытягиваю уголочки. Самое главное, не впустить их вниз. И прокрашиваю внутреннюю слизистую. В принципе, можете сделать это вообще в конце макияжа. Если у вас чувствительные глазки, потому что, если глаза чувствительные, они могут начать слезиться. И слезистая может немножечко уплыть. Вообще, эта внутренняя обводка глаза сейчас очень актуальна. Видите, сразу разрез глаз стал очень-очень выразительный. Такой прием не подойдет только в том случае, если у вас очень узенькие глаза, очень маленькие. Вы таким приемом можете уменьшить разрез глаз. У меня разрез глаз классический, поэтому мне этот прием подходит. Теперь я беру кисть для бровей. Вот эту скошенную часть. И кистью для бровей я набираю карандаш. Почему я не делаю сразу же с карандаша на веко? Потому что получится очень ярко. А мне нужна более такая аккуратная, приглушенная и уже чуть-чуть растушеванная линия. И хорошо прокрашиваю верхний ресничный ряд. Видите, сразу же глазик увеличился в размере по сравнению с этим. И сейчас этой же кисточкой я вытягиваю уголочек. Растушевывать карандаш нужно моментально, сразу же после нанесения. Потому что если вы этого не сделаете, карандаш застынет и вы уже его никуда не подвинете. Я буквально немножечко растушую верхнюю границу с помощью кисти для точечного нанесения. Видите, получается очень красивая такая растушеванная стрелочка. И уже буквально остатками карандаша на этой кисти я проработаю и нижние века. Почему я дополнительно не набираю еще карандаш? Потому что пигментации мне абсолютно достаточно. И не бойтесь хорошо прорабатывать нижние века. Потому что у вас должна получиться в итоге красивая такая пропорциональная форма лепестка. А если вы сделаете века вот таким узеньким, не обратите на него внимания. Вы просто визуально деформируете глазик по форме. И хорошенечко вытягиваем уголок. Если вы видите, что где-то уголочек опущен ниже, чем нужно. Вы берете кисть с остатками корректора и просто в этой части немножечко подтираете. Ни в коем случае не берите ушную палочку ватную, потому что вы смажете сразу же этой палочкой все слои макияжа. Второй глазик повторяем точно так же. Набираю карандаш и делаю обводку. На этом этапе очень важно равномерно растушевать карандаш. Потому что когда мы закрепим рисунок карандаша тенями. И вы где-то внесли карандаш интенсивнее или где-то есть эсимметрия. То тенями это вы все подчеркнете и уже исправить не сможете. Теперь мне понадобится оттенок сумерки. Я внизу оставлю английский перевод, потому что в разных отделениях компании перевод отличается. И все та же кисть для точечного нанесения. И я этим оттенком закрепляю карандаш. Обратите внимание, что перед тем как наносить тени на глаз, я струсила кисточку. Это очень важно сделать, потому что лишние частички теней могут немножечко осыпаться. И пачкать наше нижнее веко. И чтобы не было такой грязьки, мы просто аккуратно отструшиваем кисточку. Смотрите, я закрепила тени. И немножечко я прорисовываю и область до складочки. Для того, чтобы у меня получился такой красивый лепесточек. Видите, что я имею ввиду лепесточек? Здесь рисунок смыкается, здесь расширяется. И опять же, в направлении стрелочки, уголочки глаза я растушевываю продукт. Тени, особенно на карандашике, нужно положить плотненьким слоем. Даже вот таким прибивающим, не размазывающим, а именно таким прибивающим, приминающим. Чтобы макияж был очень стойким. Потому что веко, как мы помним, сухое. И оно очень сильно впитывает продукт. Видите, уже очень красиво. Да, макияж насыщенный. Но мне кажется, что такого макияжа на моем канале давно не было. Теперь я просто пустой кисточкой, лопаткой подчищаю верхнюю границу. Размыливаю ее, растушевываю. Чтобы рисунок был очень-очень аккуратным. Проверьте, чтобы кисточка была у вас чистенькой. Со вторым глазиком делаем то же самое. И мне понадобится скошенная кисть для нанесения акцента. И оттенок теней нежно-лиловый. Конечно, камера не передает, но он очень красиво сочетается с цветочками на моем украшении. И этот оттенок я положу нахлёстом на предыдущий темный оттенок теней. И опять же, я повторяю форму лепестка. То есть я ни вверх, ни вниз, ни в сторону. А просто хорошенечко прорабатываю складку. Можно, так сказать, тоже прибивающими движениями. Вытягиваю уголочек. Самое главное, не давить на кисть. А вот такими легкими, плавными движениями прорисовать форму глазика. Эти тени между собой очень классно сочетаются. И дают такую очень красивую дымку. Видите, как я глубоко захожу в макияже нижнего века? Это очень важно, потому что макияж будет непропорциональный. Теперь я беру чистую кисть-лопаточку. И видите, вот убираю немножечко сверху, где я зашла. И снизу, формируя такую кометку, уголочек, который будет очень красиво подчеркивать разрез глаз. С обратной стороны то же самое. Теперь я возьму оттенок розовое золото. И кистью-лопаточкой я, опять же, нахлёстом на нежно-лиловый оттенок немножечко приподниму растушевку. Почему я взяла именно этот оттенок, а не, например, оттенок теней засушенная роза? Потому что мне захотелось добавить немножечко объема моему макияжу. И добавить сияющие продукты. Видите, опять же прокрашиваем в форме лепесточка. Снизу делаем то же самое. Заходя на границу оттенка теней нежно-лиловый. И повторяю нашу форму кометы. Как не жаль, что камера полностью не передает оттенки, потому что макияж выглядит в зеркале просто потрясающим. Ну, опять же, у вас будет повод повторить этот макияж и посмотреть, как он смотрится вживую. Смотрите, очень важный момент. После того, как я нанесла этот сияющий продукт, я должна нахлёстиком вернуть предыдущий оттенок. Потому что потеряется форма, а нам нужно, чтобы осталась красивая форма лепестка. Теперь я наберу оттенок лунный камень и проработаю зону под бровью и внутренний уголочий глаз. Почему я не взяла оттенок кристаллайн? Потому что он для меня является слишком контрастным. Именно моей внешностью. Если вы, например, яркая брюнеточка, тогда вы вообще можете взять вместо этого оттенка оттенок черный бархат. И на вас этот макияж будет смотреться очень и очень гармонично. Важно понимать, что если кожа светлая, внешность неконтрастная, и вы берёте, например, коричневый, тёмно-коричневый оттенок, он уже выглядит как глубокий акцент. Если же кожа смуглая, этот же тёмно-коричневый оттенок или тёмно-серый, например, оттенок будет смотреться как светлый. И не забывайте об этом. Если вы блондиночка или, в принципе, просто светлокожая девушка, тогда берите менее контрастные макияжи. Хорошенечко прорабатываем внутренние уголки. Смотрите, я также захожу и по рисунку. То есть я не просто там где-то чуть-чуть поставила блик, а вот прямо по рисунку я прокрашиваю оттенком лунный камень и ставлю ещё дополнительные блики. За счёт того, что макияж у нас получился и с матовыми оттенками теней, и с сияющими, он выглядит очень объёмно. Ещё важный пример, о котором я вам не сказала. Можно для того, чтобы карандаш никуда не уплывал со слезистой глаза, если у вас глазки чувствительные, взять, набрать оттенок теней сумерки или чёрный бархат или другой любой оттенок и просто по слезистой закрепить карандашик. Не бойтесь это делать. Может быть, немножечко теней попадёт слезистая, но они потом в уголочки глаза отцеперутся, и вы их просто ватной палочкой оттуда уберёте. Но при этом глубина взгляда очень сильно усилит. На этом этапе можно остановиться и прокрасить ресницы. Но я ещё на нижнее веко нанесу оттенок лесной мух. У меня здесь на украшении есть такие красивые зелёные лепесточки. Мне кажется, что этот зелёненький элемент макияжа глаз будет очень красиво и гармонично смотреться. Я взяла кисть для точечного нанесения и буквально в центр нижнего века я добавлю немного зелени. Конечно, камера не передаёт, и вам кажется, что в принципе ничего не произошло после того, как я нанесла этот зелёный оттенок. Но в жизни это смотрится очень красиво. Поверьте мне, попробуйте и сами в этом убедитесь. И, конечно же, обязательно немножечко подтушёвываем границу чистой кисточкой. И обратите внимание, что ни один оттенок теней не осыпался на нижнее веко. Это говорит о качестве продукта. Но если вы наносили тень неаккуратно, набирали их много, не такими какими-то прибивающими движениями наносили, забывали струшивать кисточку и у вас получилась здесь грязь, вы просто возьмите большую вальную кисть, смахните все остаточки, а затем, внимание, возьмите либо кисть для кремовых теней корректора, либо кисть для тона, наберите тональную основу на ручку и прямо тональной основой или маскировщиком подтирайте, вытирайте салфеточку, снова подтирайте, вытирайте и как бы, знаете, вот таким образом корректируете ваш макияж. Если вы возьмете мицеллярку или смывку и подотрете, у вас здесь образуется такая кромочка, не будет никакой дымки и ваш макияж считайте испорченный. Это такой же лайфхак, как, например, и лайфхак с закреплением карандаша на внутренней слизистой. Думаю, что вы об этом не знали. Теперь я завью реснички и прокрашу их тушью. Почему я последнее время вспомнила о керлере? Потому что таким образом у нас получается очень красивый, распахнутый взгляд. Туши нужно положить меньше, потому что реснички, которые приподняты вверх, они визуально смотрятся длиннее. Тушь я беру идеальный объем. И важно, очень важно в этом макияже прямо хорошо прокрасить корень ресниц, чтобы не осталось никаких пробелов. Теперь я уложу брови, хорошо зачесываю их вверх. Так делать не обязательно, если вы хотите получить трендовый макияж бровей, то сейчас актуальны именно такие небрежно взъерошенные вверх волосочки. У меня бровки послушные, потому что они после процедуры ламинирования бровей. И мне очень просто укладывать их именно таким способом. Тинт у меня в оттенке блонд. Смотрите, как заметна разница. Эта бровь стала более объемной, более пигментированной, при этом осталась очень натуральной. Мне кажется, что тинт для бровей – это лучший способ сделать трендовый макияж бровей, если, конечно, бровинки у вас на месте. Если форму нужно корректировать, тогда создаем ее изначально карандашом, либо тенями, и уже после этого прокрашиваем тинтом. Не обязательно абсолютно, еще раз повторюсь, зачесывать бровки вверх. Можете уложить их по привычной форме, как вы любите. Кисть для румян и пудра контуринговой оттенки латте. Как обычно, я прокрашиваю скулы в таком диагональном направлении, потому что моя форма лица квадратная, и мне нужно личико вытягивать так, чтобы оно все больше было похоже на овал. И мне кажется, что такой насыщенный макияж глаз требует им правильной коррекции. Иначе личико будет смотреться очень плоским, и акцент на глаза будет уж чересчур сильным. Видите, все смотрится очень натурально и естественно. И с этой стороны лицо выглядит более худым, точеным, таким, как все мы мечтаем. Такой прием не подойдет только в том случае, если у вас очень узкое вытянутое лицо. И если мы вот так еще диагонально его вытянем, то эта ситуация еще больше усугубится. Также не подойдет в случае, если у вас треугольное лицо, то есть вот эта нижняя часть, нижние показатели очень маленькие по сравнению с верхним. Если у вас круглое лицо или квадратное, как у меня, то такая формула коррекции лица вам очень подойдет. Теперь я набираю румяно-розовый блеск, Hint of Pink, и наношу уже непосредственно на щечки. Видите, сразу появляется такая свежесть. Почему я взяла розовый оттенок? Потому что он также очень гармонично смотрится, например, с оттенком нежно-риловый или с оттенком сумерки. Этот оттенок румян матовый, очень красивый, освежающий. Он не подойдет только для девушек с очень смуглой кожей. Во всех остальных случаях этот оттенок румян, он смотрится просто потрясающе. Я обязательно наношу еще полностью и по периметру лица, и опять же немножечко, я всегда добавляю румянец в макияж глаз. Это такая моя любимая изюминка. Все смотрится очень гармонично, все оттенки между собой связаны. Макияж получается очень классный. Макияжа лица не хватает только хайлайтера. И в качестве хайлайтера я буду использовать нежный жемчуг. Потому что, опять же, розовые румяна, розовые цветочки, да, здесь есть нежно-риловый оттенок в макияже глаз. И, конечно же, именно нежный жемчуг, он имеет такой красивый, сияющий, холодный подтон. Теперь просто пустой кистью для пудры я еще раз растушевываю границы, чтобы все было предельно натурально и естественно. Макияж Гоп я выполню двумя оттенками помад, которые смешаю между собой. Я взяла оттенок Лавный Пинк и Разбери Айс. Эти два оттенка дадут тот необходимый тон, который я хочу. Также не бойтесь смешивать между собой губные помады. Вы можете иметь всего лишь два оттенка губных помад. Например, самую светлую и самую темную. И добавляя в разных пропорциях одно и другое, вы будете получать абсолютно разный результат. Допустим, розовая кружева губная помада, она в этом макияже будет очень красиво смотреться. Но мне кажется, что она немного светловата. И мне хочется ее сбалансировать малиновым мороженым. У меня в руках такой шпателечек. И я просто беру кусочек помады и на ручки я их между собой буду смешивать. Это очень легко делать просто кистью для губ. Можно это делать на палеточке для смешивания. В школе макияжа мы, конечно же, работаем с палеточкой. Но так как у меня макияж для себя, я могу это все сделать на ручке. Вот просто кистью я смешиваю между собой два оттенка. Во-первых, помада взбивается. Она становится невероятно классной текстурой. Она так плотно покрывает губы. И оттенок, который мы сейчас получим, будет просто божественный. Оттенок помады получился очень красивый. Не бойтесь экспериментировать. Иногда вы можете сами создавать шедевры. Ну и свой образ я завершу ароматом Enchanted Wish. Мне кажется, что он такой же феерический, фантастический аромат принцессы. Такой легкий аромат, который летом будет очень уместный. Но при этом есть в нем какая-то тайна. И мне кажется, он подойдет идеально для сегодняшнего образа. Если вы еще его не пробовали, не наносили на себя, обязательно это сделайте. Потому что этот аромат раскрывается очень интересными нотами. И нотка груши в нем звучит как-то вообще по-особенному. Но у меня все. Я надеюсь, что вам понравился этот макияж. Мне кажется, это очень красивый макияж. Не бойтесь делать выразительный макияж глаз. Конечно, для дневного макияжа это может быть, как говорят у нас в Украине, за НАТО. Но как коктейльный макияж или макияж по особому случаю, это очень классный вариант. Надеюсь, что в этом видео вы услышали для себя что-то новое. Что-то записали, отметили, захотели повторить. Если это так, обязательно пишите в комментариях, для того, чтобы мы с вами могли обмениваться опытом. А с вами была Светлана Буйкела. Желаю вам прекрасного настроения, солнечного лета. И оставайтесь всегда прекрасными. Пока-пока.